Красноярск вместе со всей страной сегодня празднует 68-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Ранним утром на площади революции и мемориале Победы собрались тысячи горожан посмотреть торжественное шествие, поздравить ветеранов и почтить память воинов, павших в битвах за Родину. Подробности у Гора Георгиана и Олеси Рожковой. Поздравляю вас с днём величайшей Победы! Ура! Ура! Раскатистое эхо раздаётся над площадью революции и кажется, что от победного клича, который когда-то ознаменовал конец тяжелейших испытаний, теплеют лица ветеранов. Отдать дань главным героям и творцам праздника в этот вопреки прогнозам синоптиков солнечный день пришли тысячи горожан, многие с детьми. Для меня было приятно, что когда я подошёл к своей средней дочери и спросил её, на какой сегодня день, а ей 6 лет, она сказала, день Победы. И я считаю, что это самый важный барометр для нас всех. Если наши дети знают нашу историю, если они, пусть даже через пока такие формальные, но понимают, что это действительно праздник, значит у нас есть будущее. За торжественным парадом ветераны наблюдают с трибун. Возраст уже не позволяет участвовать в церемонии. Мимо них по опустевшей улице чеканя шаг проходят курсанты и военные. А перед глазами, наверное, вся жизнь. Старики признаются, всё чаще думают в этот момент об отрастающем поколении. Думаю, что наша молодёжь, увидев нас, может быть, немножко будет получив своё поведение. Хорошо, что вот так, видите, за родом много собралось. Желательно, чтобы молодёжь правильно это поняла. И, конечно, ветераны вспоминали погибших товарищей. Павел Леонтьевич Шатных на войне был лётчиком, совершил более тысячи полётов. В 69 лет он начал писать стихи, и многие из них посвятил друзьям, которых объединила трагедия. И в день победы вместо воды исполнить реквием прошу. Пред теми, кто на поле боя погиб, и кто ещё пока в строю, я сам, хлебнувши к миру горе, сезую голову склоню. На мемориале победы минуты молчания почтили память павших героев и возложили цветы и венки к вечному огню. А затем начали расходиться по домам, чтобы отметить этот день уже в тесном семейном кругу. Просто собираемся поколение родственников, и двоюродные сёстры, и тёти, которые с нами. Вот мы вместе, так сказать, стараемся отмечать от праздника. Участники Великой Отечественной войны говорят рады, что здоровье позволило 9 мая быть вместе со своими боевыми товарищами. Ведь многие остались следить за торжественными мероприятиями дома. К сожалению, годы властны на теме, кто увековечил своё имя в память о потомках в боях за Родину. И поэтому многие из ветеранов не смогли воочию посмотреть на торжества. Для этого велась прямая трансляция. Жители Красноярска могли её увидеть и на больших экранах, установленных по всему городу. В том числе и здесь, на площади перед Мемориалом Победы. Олеся, правда, трансляция уже заканчивается. Но не совершился праздник гор, ведь после шествия начинается не менее интересное действие. Так сказать, народные гуляния. И как 9 мая не воспользоваться такой возможностью и исследовать военную технику досконально. На победу! Хоть сейчас на Берлин и возраст не помеха. Основные покорители танковых вершин – дети. Сегодня им разрешено всё. И внутри технику изучить, и снаружи, и даже посидеть на стволе. Несмотря на юный возраст, удивляют своими недетскими познаниями. У него есть такие штуки противо-снаряда, на которые снаряд летит, они взрываются и снаряд отскакивает. Фотографии на память у каждой машины. Красноярцы наслаждаются погодой. Не каждое 9 мая балует теплом и солнцем. Знаете, по-нашему и в то время было хорошо. Нам всегда хорошо. Нам мы ходили на демонстрацию, и машины наши выезжали из заводов. И тогда было хорошо, и сейчас хорошо. Я, к сожалению, на параде в Красноярске первый раз. Сравнивать не с чем. Ну, говорят, больше техники ходило. А автолюбителям и вовсе раздолье. Свободные дороги и никаких пробок. То ли большинство сегодня свои машины оставили дома, то ли и вовсе покинули город. Рекомендую. И какой же праздник победы без солдатской каши? Попробовал фронтовую еду и губернатор края Лев Кузнецов. Каша понравилась. Правда, работала полевая кухня после этого недолго. Разошлось угощение меньше, чем за час. На краице кучи хорят мура. Край суровый, тяжелый объявляет. На театральной площади своя программа. Песни и пляски. Для гостей даже поставили пластиковые стулья. Правда, зрителей оказалось больше, чем мест. Певцам подпевали, под музыку пританцовывали и даже кружились в вальсе. А повыше от сцены на корточках, на коленках дети рисовали мир. И кроме картинок на листах, простые, но трогательные слова. Спасибо за победу, крепкого здоровья, долгих лет жизни. И слова эти для ветеранов самые главные и ценные. Ничего, что услуги солдата еще не осилил. Что суровый устав и срок командир. Помни твердо в тебе воплощение силы. Что великий советский народ победил. Олеся Рожкова, Гургия, Аргян Александр Шевелев, Дмитрий Бородай. Седьмой канал, новости 24. И хочу добавить, что праздник еще продолжается. Уже начался концерт красноярской группы «Яхон» в парке Горького. Музыканты исполняют любимые песни горожана. Закончится празднование Дня Победы феерично. Разноцветные огни запустят с трех точек. С острова Татышев напротив торгового центра, острова Молково напротив БКЗ и с баржи на Енисеи в районе площади Революции. Фейверк начнется в 22.45 и продлится 15 минут.